Уважаемые граждане нашей страны, вчера Энергоком, госпредприятие, выиграло тендер на поставку 1 миллиона кубийских метров газа для госпредприятия Молдавский стекольный завод. Энергоком это является компанией, которая продает газ, Молдову газ по 550 евро, сейчас говорят будут по 450. Молдова газ, покупая по высоким ценам у Энергокома, продает его вам, конечным потребителям. Именно 740 тысяч человек, физических лиц потребителей страны. Каждый из вас, кто мне смотрит, и те, кто посмотрит этот эфир в записи. Значит, чтобы вы понимали, этот же Энергоком, который вчера подал заявку на продажу газа по 6,20 лей за куб, 6,80, 6,82 лей МСНДС, ихний же газ, продавая Молдову газ по 550, значит, вам его продают по 14,40 лей. То есть частникам, то есть компаниям, экономическим агентам, продают по 6,80, 6,80 лей, вам продают по 14,40. Еще одна цена сверху. Сегодня я убедился в том, что шайка, негодяев, бестолковых личностей, жуликов и воров, которые нами руководят, я давно говорю, что они должны уйти, нам нужны как можно быстрее досрочные парламентские выборы. Вы поймите, сегодня, если бы, например, по 6 лей они поставляли бы в Франзилуцу госпредприятие этот газ, то сегодня можно было бы миллионы батонов бесплатно раздавать пенсионерам, всем ветеранам, всем всеми, всем нуждающимся в нашей стране. То есть сегодня этим тарифом убиваются госпредприятия, крадутся деньги с ваших карманов. Я посчитал 70, примерно, миллионов метров кубистских газов, которые должны быть использованы в апреле этого месяца и в мае этого года, умножаем даже на 5 лей, это уже 350 миллионов лей возьмут с ваших карманов только за апрель-май этого года, всего за 2 месяца, не за весь год и не за всю жизнь. Власти хотят понизить тарифы для того, чтобы помочь Майя Санду выиграть выбор. Поэтому сегодня очень просто. Либо мы с вами встаем, идем берем заглотку на РГКОМ и добиваемся справедливых тарифов на газ и не ждать до Нового года, пока полностью опостошат ваши карманы, потому что действующие этой власти все понятно. Я уже много раз говорил, во время плохотника это уже воровали, воровали с прибыли. Сегодня власть ПАС и Майя Санду воруют с убытками и воруют конкретно из ваших карманов, потому что металлфероз, они воровали с прибыли компаний, при этом люди занимались металлоломом, компания была одной из самых сильных в стране, значит там воровались с прибыли. А сегодня ПАС с Майя воруют напрямую из вашего кармана. Понимаете, что сегодняшняя власть это как волк в овечьей шкуре, только они, овцы, опустошают пастбище, а эти, наши овцы, опустошают ваши карманы. Вы должны понимать, что власть сегодня в Молдове живет по одному простому принципу, что в любой стране, когда власть коррумпирована, бедность становится ее кормильцем. Поэтому, либо мы сегодня объединяемся всей страной и говорим нет этим подонкам, и добиваемся справедливых тарифов, либо платите еще одну цену, плюс 5-7 лей сверху, и платите ровно столько, пока Майя сам не даст команду, чтобы понизили цены для того, чтобы она победила на выборах. Я хочу, чтобы вы понимали, что вчера Энергоком, дав цену 6 лей 80 баней, включая ДЭС, в эту цену входит прибыль. Значит, мне специалисты расписали, 525 лей там из этих, например, из 6800 лей за 1000 кубов, 525 лей это тариф на распределение. 432 тариф на транспортировку, 400 лей сумма отчислений в резервный фонд и так далее. То есть, за 6,80 с НДС и за всеми расходами, они вчера дали завку продавать газ стекольному заводу, 6,80. Вы платите 14,40. Поэтому, что нам с ними делать, зависит от каждого из нас. Я никогда не плакался, и когда было 29,18, я оплачивал не только свои тарифы, а многим другим близким, и не только близким для меня людей. Кому мог. Но сегодня, еще раз, 740 тысяч потребителей, физических лиц, с каждого карманчика, каждый день будут вас забрать кап-кап-кап. Да, многие из вас сейчас скажут, но уже как бы не холодно. Да, потребление газа сегодня меньше. Поэтому, у вас и украдут за апрель и май всего 300-400 миллионов лей. А сколько у вас воровали зимой? Я думаю, тут надо собрать все экспертное сообщество. Поэтому, решение принимать вам. Завтра, в 18.00, в программе с Георгием Гонцовым обсудим протест. Я сделал опрос онлайн. Значит, я думаю, выходить всей страной и заканчиваться всем этим беспределом. Потому что власти делают, что хотят. Наша парламентская оппозиция, большая часть из которых, которые как будто борются. Почему они вчера с этим не вышли? Не знали? А что это за оппозиция, которая даже ничего не знает? Вопрос. Вопрос. Делайте, пожалуйста, репосты. Спасибо большое. Обнимаю вас. Пока. Продолжение следует.